Продолжение следует... Разные клинические ситуации, вы могли бы с ними как-то поработать. Что вы видите на этом слайде? Генерализованные рецессии, клинические, критические, тонкие биотипы десны. Рецессии 2-го и 3-го уже класса, первые два центральных резца. Там уже началась убыль сосочков, эрозии, абразивные изменения твердых тканей. Есть в области двух предельных центральных резцов. Мелкое преддверие полости рта, тяжи слизистомышечные и первичная дегесценция кости. На данной фотографии продемонстрировано заполнение абраздентальной карты и измерение параметра, в данном случае глубины рецессии и расстояние от режущего края до десны. Повторение, да, та же самая процедура, просто у зуба 4-1, измерение глубины рецессии, расстояние от режущего края до десны. Та же самая процедура происходит, измерение глубины рецессии, расстояние от режущего края до десны. Как вы помните, да, это необходимо, мы заполняем на каждый зуб парадонтальную карту и ведем таким образом пациента. Измерение глубины рецессии в области зуба 4-2. На этой фотографии мы с вами видим, уже проведена вести булопластика, разрезы сделаны по мукогеновальной границе, депетризированы между зубными сосочками, принимающая ложа, отпрепарирована. Обратите, пожалуйста, внимание, что даже при таком критично тонком биотипе на поверхности принимающего ложа надкосница сохранна. В этом клиническом случае я хотела бы обратить ваше внимание, что мы оперируем 4 нижних центральных резца и боковых. И в связи с этим у нас увеличивается количество мертвых зон. То есть поверхность корня обработанная, она является мертвой зоной для трансплантата, так как она не является питанием для него. Поэтому трансплантат был забран максимально большого размера, который было возможно сделать. Здесь демонстрируется трансплантат, который был забран с твердого неба, область от 2-го премоляра до 3-го премоляра. Его длина составила 20 мм, чуть больше. Этот слой демонстрирует адаптацию по периферии, по периметру трансплантата. Проводится депитализация для лучшего прилегания трансплантата в принимающем ложе. Он детально показывает, насколько тонкий слой снимается при депитализации трансплантата. Трансплантата в данном случае только периферическая депитализация для лучшей адаптации. Он очень показательно демонстрирует, что все-таки эпитализация срезается, а не сбривается. Фиксация трансплантата свободного десневого. В данном случае она была выполнена простыми узловыми швами. В связи с тем, что биотип был настолько критичный, и первичная дегестенция корней не получилась зафиксировать их крестообразными швами, прижимающими. Мы были вынуждены зафиксировать трансплантат таким образом. Простыми узловыми швами одиночными. На этой фотографии вы видите результат операции. Спустя 14 дней эта пациентка пришла на снятие шов, произведено снятие шов. Мы наблюдаем полную эпитализацию приживления трансплантата, устранение слизистомышечных чижов и устранение рецессий, где-то частичное, где-то полное на каких-то зубах, и формирование прикрепленной десны, достаточного объема, толщины и ширины. На этом слайде результат послеоперативного вмешательства спустя 3,5 месяца. Мы наблюдаем на этом слайде образование прикрепленной десны, толщину, увеличившийся биотип и наличие в области двух центральных резцов адекватной ширины прикрепленной десны, так же как и в области зуба 4,2 и небольшой недостаток прикрепленной десны в области зуба 3,2. Так же наблюдаем уменьшение глубины рецессии на 82%. На представленной фотографии это результат клинического примера, который мы рассматривали с вами выше. На этой фотографии мы видим результат спустя 3 месяца. Увеличение объема прикрепленной десны, частичное закрытие рецессии десны в области зубов 4,2,4,1,3,1,3,2. Изменение биотипа десны в столовом и его утолщение. Также отсутствие естественных мышечных тяжей и увеличение преддверия полости рта в области зуба 3,1,4,1. На этом слайде в такой же временной промежуток мы можем детально рассмотреть, насколько успешно было проведено оперативное вмешательство, оценить глубину рецессии оставшихся и оценить объем ткани, состояние ткани парадонта вокруг. Спустя 8 месяцев после оперативного вмешательства я хотела бы обратить на этом слайде ваше внимание на то, что ткани не прекращают расти и подниматься более коронально, что, конечно, не могло не радовать. И обратите внимание, если вы вспомните первые фотографии с исходной клинической ситуацией, в области зуба 31,41 был начинающийся убыль межзубного сосочка. Посмотрите, как прекрасно он выглядит на сегодняшний день. На этом слайде продемонстрировано измерение парадонтальных для парадонтальной карты. Также мы регистрируем сохранившиеся рецессии, уменьшенные в объеме, но у которых еще имеют место быть, и регистрируем это. Это клинический пример, да, аналогичный. Также вестибулопластики с применением свободного десневого трансплантата. Здесь другая клиническая ситуация. Сейчас мы ее с вами рассмотрим. Есть неглубокие рецессии, но уже почти все они третьего класса, потому что, обращу ваше внимание, везде встречается убыль межзубного сосочка, что, конечно, очень печально. Также мелкое преддверие полости рта, тяжи слизистомышечные. Все показания к определенному оперативному лечению, которое было проведено методом вестибулопластики с применением свободного десневого трансплантата. Продолжение следует...